Мы отстоим наш урожай за капусту и горох, братья. Так, сейчас будем вспоминать. В две колонны стройсь. Вот, сопла на тренировке не ходят, но ему хватило, и он всё понял. Берись, чека, пример. Сегодня будем выигрывать, поэтому настройтесь. На данный момент YouTube не принимает продление оплаты спонсорки с российских карт, поэтому у меня осталось последних два героических спонсора канала, Дмитрий Руперт и Дмитра. Спасибо большое, исторические последние спонсоры. Также выражаю благодарность Гринделю, мастеру Клинка, за донат. Спасибо вам всем за поддержку. Я сразу говорю, что имею в виду по тем, будем выигрывать или нет. Так-то у нас, я уже говорил на прошлом мероприятии, есть неплохое преимущество в скиле, но так как бреешники, они скоординированы и хорошо отыгрывают, но индивидуальные бойцы у них не очень. Поэтому при желании их всегда можно победить, если не тупить. Но очень часто на мероприятиях, из-за того, что мы давно играем, становится скучно, ну лично мне, и поэтому я начинаю придумывать всякую фигню чисто, чтобы посмотреть, как она работает, для чего мы ей проигрываем. То есть дело не в том, что я особо тупой, а просто иногда мне хочется поэкспериментировать от скуки. Иногда это работает, сейчас чаще всего нет. Вот, слева от меня на ходу. Щиты поставили слева от меня, двумя шеренгами, слева, а не справа. Стойся. Первый шеренг, а сесть. Давайте, давайте. Сзади кавалерия! Отходим назад, отходим назад, отходим назад, отходим назад, отходим назад. Блин, я все сидел, но когда же подойдут союзники? Отходим назад, боюем. В следующем уровне бить, наверное, отбереть себе. Сейчас вы увидите, как мы чисто по скиллам, скорее всего, их еще не победим. Если есть копеечки, подбегите к нашим арбалетчикам. У них сейчас будут кавалерия бить. Ну там кава больше половины хп мне снесла, когда вылетела или где-то половину. Пошли, держитесь вместе. Очень неприятно. Если вас прижали, старайтесь отбегать к другим нашим войскам. Ганс застрелил свой арбалетчик, так подло. Эхалдар, ассер так долго держался. В самом деле, обидно немного, что наши союзники такими длительные. Я все думал, когда же они прибегут к нам. У них остались только стрелки, поэтому с щитами идите, если хотите собраться. Или ждите. Но уж точно не просто в открытом. Она шла. Два. У меня разница в скилле, конечно, колоссальная. Причем я говорю не про лично наших, а вообще про команды. Мне казалось, брылья всегда были булка и скиллы. Они просто были в начале скиллови, чем мы, но ничем другие кланы, а потом и мы подтянулись. Я уже блин, ожидаю от своих стрелы или чего какой-нибудь хрень. Нет, может. Реально, пусть враг атакует, а то в прошлый раз мы вышли на позиции и на скаву. Справа к меня две шеренги. Подождала. Что-то многие взяли копья. Можно их тут уничтожить врага. Двигаемся вперед. Начинаем. По чуть-чуть замес. Не прорываемся. Не прорываемся. Не слома. Просто месяц. Минимумы ударами. Копейчики преимущественно. Стоите в заднем ряду. Не полчаса мне тут. Если что, как-то с кавалерией приняли. Ой, серебряная. Не-не-не. Наступаем назад. Наступаем назад. Наступаем назад. Стой. Ой, тут арбалеты прямо сбоку. Назад нельзя уже. Меня, если что, несу штани. Все, вместимся. В атаку, в атаку. Я себя замысл. Ёпта, опять кава. Да сколько мы... Продолжаем атаковать. Арбалетчики справа. Назад. Отходим назад. Назад. Отходим за счетами. Назад. 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 Сильно вперед не убегайте. Опять перегораживаем эту стену. Довольно вы справитесь. Направо. Продолжаем атаку. Они немного тихлись. Не понял. Атакуем арбалетчиком. Назад. Ой, ну куда ж... Не концентрируйтесь по десять человек на одному. Бля, свой у меня всадник пиздец. Ну что заднего-то вижу. Там целая толпа. Пиздец он мне снес с КП. Не делайте так. Не делайте так. Ну мы сейчас еще пикаем очень хорошо вот этих... Мэй специалист... Кайф дает персональное разрешение на один двуручник. Потому что он уже страдает. Его уже трижды отпинывали с двуручника. У него теперь психологическая травма. У нас перки очень хорошие выбранные. Я, кстати, не посмотрел у них там какие. Давайте две колонны. Ой, интересно. Мы сейчас куда-то обходим. Надо обратить внимание, что у них за перки. Потому что это очень много. Вот эта скорость при движении, тот перк и булава против брони. Это сочетание... Вот этот перк на скорость там кажется всего лишь пять процентов. А, незначительно. На самом деле это вообще меняет все. То есть это меняет атаку, защиту, уклонение, контроль расстояния. Но это все меняет. Это скорость, это... То есть я лично очень ощущаю эти пять процентов. Прям как, блин, 25 процентов все. Что-то мы далеко от союзников. А, ну мы глубокий маневр решили, чтобы в тыл им зайти. Справа от меня на ходу. Вот здесь, на дороге, стой. Интересно, тут арбалички есть. С права от меня. Двумя шеренгами вперед, фронтом. Блин, я бы командира убил этого арбаличка. Чтобы он убегает слева. Что они делают? Один сидит? Справа от меня, справа от меня, справа от меня. От камня справа, от камня справа. Копейщики, держитесь. Чуть-чуть отступаем назад. Отступаем назад. Отступаем назад. Союзники пришли. Держимся, держимся, держимся. Держим строй, держим строй. Сзади ряды, примите людей с тыла. Копейщики сзади. В другую оборона. Держитесь. Все, в атаку, в атаку, в разные стороны, в атаку, рассыпаем. Опять свой по мне. Да бля, опять меня свой убил, это пиздец. Слушай, у меня хоть в одном раунде, если нет, была у меня своего, нет, не была, по-моему. Один раунд я выжил, и то меня чуть, тоже свой не убил, и здесь опять тоже. Держимся вместе, я погиб. Кто будет смотреть этот видос, учиться по нему, или что-то... А, можно вопрос. Бейте сверху. Тут просто Рэмбо на конях устраивал один человек, который в бюро Е. Это нормально? Извинился хотя бы. Черт, едить на Рэмбо, правда. Я Мухай написал, но он пробовал. Бейте сверху. Слово, тебе что-то не везет в последнее время, если ты союзников. Во всем должен быть. Бейте сверху, если рядом союзники, чтобы меньше задевать. Сверху, вот этот удар, вот. Там удар более... Но сверху, правда, ударом сложнее попасть. Да, есть такое. Но вы даже урона больше нанесете, если вы попадете сверху. И особенно эффективно против конницы, против всадников. Правда, меня здесь построитесь. Потому что удар сверху, это удар по голове. Проходит всегда. Больше урона. Больше всего по голове. И неплохой рейндж, кстати, у удара. Он не короткий. Впереди арбалетчики, поэтому туда блоки подставляйте. Стройтесь слева от меня. Бегом, 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 бегом. И готовьтесь сразу принимать, защищаться. Держать позицию. Да-да-да, подворачивайте блоки, чтобы арбалеты скидывали. Скидывали. О, нихера себе у них тактика. Руку поддержим. Слева нас прикрывают арбалетчики. Справа у них арбалеты херачат, а эти нас проталкивают. Асфер, грабб, вернитесь назад. Снимите лучше, помните. Отходим назад, отходим назад. Да, херова. Где держали, справа от меня в первый раз. Туда же отходим. Быстрее, 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 быстрее. Все, сражайтесь. Асфер, ты командуешь следующим раундом, будь готова. Сука. Слышишь меня? Так точно. Весь бед. Давай, давай, иди сюда. Слышим, как в рунде, как у нас вверх. Тоже три раунда. А, да, они прыгают, вижу. Полички поднялись на правом фланге, помогите им. Это отдельный вид удовольствия. На ивентах, будучи админом своих же, чем говорить. Я тоже так любит, когда организовываю. Тебе пристали не все за своими содержишь. Ага, вот вы попались. Соблюдайте правила. Наших же ивентов засранцы. Ищите последних. У Goldrin отличный геймплей там. Сол, мне кажется, нужно взять пример из Goldrin. Он там, вот, отжигает по полу. Такие видосики будут набирать много просматривающих подписчиков. Максимальный интерес. Максимальный интерактив. Куча взаимодействия. Как бы, просто максимум удовольствия. Смотрите, он... Его съела гора. Тянемся вверх, тянемся. Мы должны его спасти. Товарищи, давайте, подталкивайте. Добейте бедного. Он мучается. Вы его добьете, и потом он бабки потеряет. Все, гора окончательно снила. С большим, кстати, мы перевесом победили 33 человека. Он проявляется. 4-0. Кто там говорит, что, блин, я не слушаюсь команд. Я слушаюсь, блин, всех команд. Когда просто замес начинается, и они уже говорят, там, возвращаемся на позиции, или еще что-то. Я же не могу просто бросить все посреди битвы. Меня бьют, блин, рядом враги. Не могу бросить все и побежать просто. Или вы думаете, я этим очень команде полезно сделаю? Если просто брошу, все, меня убьют. Я просто побегу, как бот, сквозь вражеский строй. Я же нахожусь в разных локациях. Так что я придерживаюсь тому, что командир говорит. Просто иногда в полубитвы вообще не слышишь просто даже, чем... Ну, то есть вообще, там кто-то что-то говорит, и все, и... А чаще всего просто ситуация не та. Вот самое неприятное, когда попадаешь в подвеске обстрел арбалетчиками, даже не успев ничего, поэтому я хожу так на стреме и щит чаще поднимаю. Или когда кава в спину, это вообще капец. Вот меня кава как накаляет. Но они хорошо играют, это интересно. То есть, когда все такое затишье, вроде все под контролем, ты видишь все, а потом бац, и в спину какая-то херня неведомая. Минус пол хп, или вообще минус сразу убили. Справа от меня, две шаринки. Вперед наступаем. Что-то... Тут и пехота, и пехота, и кава, что-то союзнички... Отходим сейчас назад. Да, блин, кава сейчас залетит. Ой, блин. Пусть, блин, тут копейщики стоят поближе к каве. Чуть-чуть стоим. Звезд, членки, что это за три штуки? Подравниваем строй, подравниваем строй всегда, когда можно. Блин, я тут без толку. Мясер, быстренько ремарка. Всегда говоришь, что если хочешь, мы остановились, а то ли не слышно было, то ли что. Барсина, чуть вперед, пожалуйста. Копьеносцы, готовьтесь менять каву. Надвигаемся, наступаем. По-моему, наступаем. Не, нас сейчас захерачат. Вперед, марбалетчиков идем. А, там эти уже, там эти зашли. Все нормально, все нормально. На шкава тоже зашла. Вперед, вперед, не останавливаться. Атакую марбалетчиков. Вместе. А сзади, ты нападал? Справа от меня, справа от меня, кто видит. Я около желтного флага. Справа от меня, шленка. Отходим на мост. Отходим. Отходим, отходим по мосту, отходим. Даже не бейте, просто отходите. Блядь, меня свой убил, это пиздец. Опять. Это жесть, это... Блин, я держался против троих, против четверых. Много я импакта внес. И свой убил всадник. Ахереть. Блин, это... Вот это вот... Какой клан там на всадников? Я даже забыл, кто меня убил. Но видос все помнит. Блядь, там трое врагов было, трое. Как можно промазать? То есть, шансы попасть ко мне, по мне, один из четырех. Но, блядь, он попал по мне. Это пиздец. Любого врага, который подальше выбирает. Легки там, или просто проедет рядом. Ну, блин, ну не... Сори, блин. Причем, мне что ли только... Меня только что ли, блин? Какую? Вообще жесть. Я причем на... На пятой позиции. Прикиньте, если бы меня не убили уже четыре раунда, блин, меня, или сколько? Три или четыре раунда меня. Если бы меня не убили, прикиньте, я бы сколько импакта внес. Если бы не дамажили, потому что меня дамажат, мне приходится аккуратнее играть тоже. Причем, это не из тринадцатой так бы меня дамажат, а какие-то вообще другие кланы какие-то, блин. У нас формировалось 22-й Асвер, лучше пойди в 2-й. Хотя там был кто-то из тринадцатой вроде, но... Я, конечно, тоже, блин, но не каждый раунд. У меня тоже бывают саканы. Вот эти из других кланов, они какие-то эти... Специально, что ли, бандидоллар? Смотри, по-моему, они на меня смотрят. Ссадники. Мутные какие. А это кто? Какая-то пехота тоже там обходит их. Сейчас атаковать будет. Наверное, надо атаковать. Право от меня переформируемся снова. Атаковать надо. Там уже наши, наверное, атакуют. А то они, наверное, наши сейчас разобьют. Тихо наступаем. На шаге. Да-да-да-да. Нет, надо атаковать резко. Резко-резко атаковать. Там уже все. Там уже начали. Тут чувак, блин, без оружия. Наступаем. Дарим и давим. Отходим. 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 Плотненько. Справа от меня. Ну, хоть и я кого-то. Отходим, отходим, отходим. Отходим назад. Копьеносы, принимайте кавалерию потихонечку. Аккуратненько. Ловите их. Постоянно пробегаем. Ой, а мы проигрываем. Интересно. Немножко просто пик турой не синхронно там сработали. Но, в принципе, неплохо. Не из-за этого, скорее всего, из-за чего-то еще проигрываем. Не знаю, из-за чего. Вправо уходи вправо. Не удается тут сразу все увидеть. Блин, жалко, подбирать ничего нельзя, ну ладно. У них еще есть араболейщики, поэтому расслабляйтесь. Держите уходи. Ой, они справа. Отходим. Вправо уходи. Вот там. Отражаемся. Принимем бой. Нахер. Ах, я убитил туалет. Ну, жалко, жалко, жалко. Все равно выигрываем. Ничего не надо. Кто-то, давайте пока мы стоим, мысли, как мы проиграли. То, что начало-то было бодрое, а мы их и в спин, и впрочем. Пока мы стояли и смотрели на врага, их второй отряд на скорбулет. А, тут сложно так, когда... Копейщики не пришейка были, хвост были сейчас. Когда за этого играешь, за одного, ну, в строю сложно всю картину боя не посмотреть. Ну, я опять докомандуешь. Тут никак в компании. Ну, хорошо. В компании ты можно на паузу поставить. Потом, после чего еще раунда я уже докомандуясь. О, я опять игрок. О, поздравляю. Поздравляю, Сол. На втором месте. Ни хера себе. Для раундов, где меня в трех раундов, или в скольких там убили. Самопиар. Самопиар. Блин, у меня просто постоянно. Я теперь стою, у меня предчувствует, что кто-то, блин, по мне арбалетчик выставит. Или всадник свой копье воткнет. У меня уже все. Я уже не могу, блин. Мне кажется, двуручник смысла вообще нет. Брать на такие именно битвы тут. Ну, ладно. Просто мои мысли. Просто тут же, ну, не дадут им нормально поработать. Либо по своим попадешь. А бить только сверху тоже неудобно. Тогда в чем смысл двуручника. Там вообще нужно на расстояние отходить, чтобы он как бы заработал. Плюс лучше перк взять. Он гораздо полезнее. Ой, точнее, лучше еще булаву взять. Потому что она нанесет это. Двуручники еще на скирмишах кое-как кое-где рулят. На дуэлях. Потому что они такая имба, как двуручник неудобно. Ну, вот такие тут в строевых битвах, они вот так. О, да, мы типа даем арбалетам работать из-за нас. Максимально высоко щиты. Верхний бой. Ну, я максимально высоко дежу. Вот это вот темплей, вот это хорошая тактика. Вот это вот интересно. Даже когда не договариваешься, но как бы без слов понимаешь друг друга с другими отрядами, другими кланов. Цена круто. Даешь заодно буст своим арбалетчикам и всякое. Смотрите слева, какая сцена красивая. Ну, у нас потихоньку... Пожди, это у нас? Тут хрен поймешь, у кого 54, у кого 52. Главное резко не встать случайно, иначе можно болтом в башне получить. Это от первого лица, а то потом кто-нибудь скажет, что от первого лица надо было. От первого лица вообще нихера не видно, тут щит только и все. Что, перебили их арбалетов почти? Ой, он в меня сейчас не затерачит? Вроде нет, кстати. Может, пониже ему щит? А, подбирать-то нельзя! Ой, они уже у нас в тылу кава. Кстати, она опасна. А, ну если... Мне кажется, к копейщикам надо отойти вот сзади, кстати, прям поближе к этим главщикам. К арбалетам. Потому что тут если кто-нибудь разгонится, она вообще может вылететь нахер с этого обрыва. И там сразу урон, но если не только лошади, но и ездоку. Они еще там умереть могут. Вижу, спасибо. Им тут влетать неудобно. Все сформировали со мной две колонны. А что, у арбалетчиков болты что-то закончились, или почему они не стреляют? Таким строем, шквальным огнем, могли бы хотя бы наобум даже пострелять. Вот видите, насколько быстрее копейщиков. Но тут еще эффект, что он разгоняется со временем. То есть нагоняю и все. Право от меня. Ой, блин, мне нахер туда не надо. Пусть на фланге копейщики вообще. Надо вот построение, это самое, чтобы копейщики на флангах были. А в центре с булавами. Трое водника на шаге. Нижний блок держим. А где у них арбалеты? Здесь он? Стоп. Стоим. Идем. Влево крабиком. Влево. Быстрее. На скорости. Атака, 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 атака. Дайте, 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 дайте. Да атака, ну... Стоим, 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 стоим. А, вон там, сзади на нас. Руговая оборона. Руговая оборона. Вот тут дерево. Ой, блядь. Арбалетчики стреляют, я надеюсь, это время? Простое. Держите блоки, главное живите. Главное живите. Прямо сзади, прямо становимся, спинка к дереву, держимся. Да надо атаковать уже, все. У нас, мы победили. Бой, нажимать оставшихся. Спинка убил. Следующий раунд я команду. Сколько ребят полилу под этим деревом. Не знаю, в принципе, тут весь смысл круговой обороны. Что под команду мы, мы типа как танки впитываем урона, команда вносит. Уходим пока, я сейчас сообщу. Через стим конференцию. Да ничего страшного, тут все опоздали. Посмотри, сколько наших. Нам сказали, что через 10 минут начнется. Не успеют до рыцарства разогнаться наши. Теперь можно уже повоевать. Дали им фору. Будем это читать, так? Ой, ой. Ребята, берите молотки. Ребята, берите молотки. А получи низ молоток, да? Да, молотки и вилоч, милиция. У-у-у. Милиция. Ну что, пацаны, сейчас будет весело. Давайте налево в этот раз. Можно вопрос, а почему? Стоп. В колонну. В одну колонну. Почему что? А почему в прошлой игре мы практически каждый раз за сержантов играли? А сейчас нам этих... Мы играли после первого раунда. И нам посчитал, что мы как ревальщики и не получили денег никаких. Мм, понятно. Спасибо. Мне проще сзади, потому что там постоянно что-то... Модельки глючит, немножко друг за другом как-то начинают дергаться, поэтому проще сзади. Мне кажется, пора осенью версию бандерлорде. Ну, смотрите, с чем мы воюем вообще. Может, эти сержанты первые стрелы будут? Защищать нашу деревенскую хату! Все, Асфер, остался патриотист, конечно. Пускайте сержантов вперед. Остальные... Да это какая-то пэзанская халупа. Это казарма на дофилаков. Как выглядит так. Пропустите арболечья. Стратеоты на огороде валяются. Блин, началась хатынь. Не стойте по центру, подожди по плечкам места. Да, в центре, не стойте в центре сам. О, это пиздец. Отлично. Это по-прежнему. Не пиздец. Мосиканская свадьба. Тупая вписка. За проезд. Перегораживай. Блин, тут прям совсем все хорошо. Заглючить можно, может. Зажив? Не знаю, но это будет интересно. Мы отстоим наш урожай. За капусту. Горок, братья. Так, пацаны, копируем это и отправляем прямо сейчас в общий чат. Почти что сезон урожая. А, вопрос, как это переводится, кстати? Скорое время урожая. Набиваем кулачевочку. Блин, не ебит. Так, это вот тут есть... С маслом. Вначале стекло. В масло, потом в питое стекло. Правда, что это растительное масло? Нельзя лутать, пацаны. Нельзя лутать для наших. Нельзя лутать. Не забывайте. Они сейчас будут нас выталкивать. Готовьтесь. Давайте украину сделаем. Чтобы поздравить. О, стоим. Сражаемся. Не пропускайте их. Я знаю, что это. Это гусиные воины. Кто приехал и не наказывает. Кто кого набитал в итоге? Стоим. Стоим. Пазанты смогут победить. Не выходим. Нас обозвали зомби. Опэзердайна. Оборона Сарая героическая. Могут за этот фланг проломить. Вот здесь вроде людей достаточно. Хотя фиг знает. Уже у нас заканчивается что-то. Ребята, бейте пинками. Лучше вообще не бейте, чем бейте своим. Тут арбалетчик, так неудобно мне действовать. Мы еще держимся. Вы чуть только не расслабляйтесь. Мы как только выйдем, мы проиграем. У нас, наверное, потом арбалетчики достанут, потому что у нас щиты очень херовые. Нормально, 6 арбалетчики по ним не строю. У нас, наверное, 10. Зачем без варианта. Слева пару человек, и все. Все, помощь пришла. Наши выходим. Выходим, все, сражаемся уже так. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Да вон ТП, с которым справимся. Все, стопай над арбит. Молокопим базу. Блин, пацаны, это просто вера в командование. Запишем вам баналы, короче. Победа, пацаны. В этот раз, если у кого есть деньги, берем сержанта. Ах, вот теперь. Изи фарм, пацаны. Сегодня я начал секретной техники, как фармить. Блин, это было круто, по-настоящему. Мы отстояли наш урожай. Это сравнимо со знаменитой пивной стратегией обороны крепости. Так мы еще и мясо получили. Слева. И железо. Продвигаемся. И влево немного, и влево, и влево, и влево, чтобы вам не мешать. Че-то тут многовато. Продолжаем двигаться. На бег перейти. В атаку. Опять же, всем спасибо, что пришли. Мерсенайт, Асвер хорошо скомандовали, вопросов нету. Поэтому, красавцы, хорошо сыграли, действовали, грамотно. С селом так вообще эпик вышло. Поэтому, все молодцы. Спасибо, Асоу Плей, что пришел. Спасибо, Андрей, что пришел. Опять же, ребята, кто смотрит Асоу Плей, у нас уже очень много новичков. Андреево видео пришло. У нас нас каждый раз все больше. Поэтому, не стесняйтесь. Спешите присоединиться. Кстати, сделаем еще такую мини-рекламу. Ребята, те, кто пришел по видео с ОПлей, скажите, что я пришел или подлечить. Ну, я пришел по видео с ОПлей. Я пришел по видео с ОПлей. У вас куда больше, не молчите. Ладно, ты все стесняешься. Если так, то человек 10 где-то. Поэтому, давайте тоже присоединяйтесь в наши рейды и будем воевать вместе. А на этом на сегодня все. Все, удачи, ребята. Пока. Все, спасибо. Пока.